Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем анализировать матч между двумя кроссмейстерами Юрием Аникеевым и Евгением Кондрыченко. Во втором микроматче соперником выпал дебют игра Бадянского. В первой партии Юрий Аникеев играл белыми. АБ4, БА5, ЕД4, ФЖ5. Выпала такая жеребьевка, это обязательные ходы. В первой партии Юрий разменялся ходом ДЕ5, во второй партии Евгений сыграл ФЕ3. Друзья, хочу отметить, что в этой позиции плохо играет ЖХ4, потому что черные получают преимущество ходом АБ6. Теперь производим двойной размен и в этой позиции надо играть за белых ДЕ3. Теперь черные размениваются вот таким образом, захватывают важное поле Ф4, центральное. И в этой позиции лучше всего белым уравнивать позицию вот таким образом. И в дальнейшем партия все-таки может закончиться ничьей. Если же белые в этой позиции сыграют БА3, то здесь все может окончиться очень печально. То есть на ход БА3 играем АЖ7 и в этой позиции возможны два варианта. Либо ЦБ2, тогда играем ДЕ7. И на такое нападение здесь форсированный выигрыш. То есть играем ЕФ6, производим снова двойной размен. И видите, друзья, у белых нет темпа, чтобы спокойно разменяться. То есть на ход ЖФ2 или ЕФ2 белые заходят в любки и выигрывают. А на ход БЦ3 черные играют ЦД6. Ну и также у них здесь выигранная позиция. Если же в этой позиции белые сразу нападают ФЖ3, то черные играют ДЕ7. Ну и после размена также у черных подавляющая позиция, как было в партии Габриэлян Станкявичус. Ну в этой позиции Юрий разменялся ходом ДЕ5. Кстати, мой тезка, гроссмейстер Олег Романчук называл этот дебют Чешу Пятку. Ну потому что здесь довольно-таки простая игра за белых. То есть в этой позиции возможно два варианта. Либо ЖФ4, как сыграл Евгений Кондрыченко, либо возможен ход ЕД6. Ну рассмотрим этот ход на примере партии Егоров-Михальченко. То есть белые защищают свою шашку и на ход ДЕ7 играют ЖФ2. В этой позиции, ну можно разменяться ходом ЖФ6, но Игорь Михальченко в этой позиции сыграл ЦБ6. Белые отвечают ДЕ3 и черные размениваются вот таким образом. Далее в партии последовало ФЖ3, ЖФ6. Белые связывают левый фланг черных и черные играют ФЕ7. В этой позиции Владимир Егоров сыграл ЕФ2. Ну и здесь надо уже быть черным аккуратным. БЦ5 здесь очень плохо, потому что белые временно пожертвуют шашку. И затем сыграют ЖФ4. И здесь у черных плохо. То есть на ход ДЦ5 белые проводят комбинацию. Попадают дамки и выигрывают. А на ход АБ6 играем СД4. Ну видите, снова грозит ход ДЕ5. На любой ход остается единственный ход БЦ5. Тогда играем БЦ3. Ну и здесь снова, видите, на любой ход грозит ФЕ5. И остается единственный ход СБ6. Тогда играем СД4. И угроза ДЕ5 здесь неотвратима. На любой ход белые подрывают пункт Ф6. Попадают дамки и выигрывают. Поэтому в этой позиции Игорь Михальченко благоразумно разменялся вот таким образом. И после вот такого размена создалась примерно равная позиция. То есть белые атакуют левый фланг черных, а черные атакуют левый фланг белых. Позиция равная. И партия в дальнейшем завершилась ничьей. Ну и Евгений в этой позиции сыграл уже Х4. И белым надо играть БЦ5, чтобы поддержать свою одинокую шашку в центре. Теперь после хода АЖ5 белые могут разменяться вот таким образом. И создается примерно равная позиция. Ну и Евгений в этой позиции сыграл СБ6. Надо закрываться СД4. Ну и после хода ДЦ7 здесь у белых единственный ход Б3. Кстати, хочу отметить, что в этой позиции, если черные играют АЖ5, СД6 уже будет размениваться похуже. Там возможно окружение шашки Е5. Поэтому в этой позиции лучше играть БЦ3. И здесь есть ловушка за белых. То есть если черные увлекутся окружением, сыграют Ж6, у белых здесь есть выигрыш. Они неожиданно играют ЕД6. Ну и как бы черные не играли, у них проиграно. Например, Е6, АЖ3, ДЦ7. Белые пытаются выиграть шашку Д6. Но белые точно играют ФЕ3. Ну и допустим на такой размен играем ЕФ4. Ну и после всех разменов рожон белых на поле Д6 сохраняется. И белые должны победить в этой позиции. А в позиции из партии было ДЦ7, БА3 единственный ход. И черные нападают на шашку С5. У белых снова единственный ход. Надо временно жертвовать шашку. И бить на поле Д4. Черные играют БА5. Ну и после того, как белые отыгрывают шашку, черные снова выигрывают шашку. Надо бить только на поле Е7. Ну и здесь, несмотря на то, что у черных лишняя шашка, позиция примерно равная. Но за черных есть несколько комбинационных ловушек. То есть белая игра ДЦ5. Черная игра от ЖФ6. Белая игра от ЖФ2. Черная игра от ФЕ5. И пытаются как-то сохранить свою лишнюю шашку. Белая игра от АБ2. Черная игра от АЖ7. И на ход БЦ3 черные здесь играют ЖФ6. Ну и в этой позиции надо играть СБ2. Теперь черные играют БЦ7. Друзья, хочу отметить, что в этой позиции плохо было играть ФЕ3. Потому что черные закрывались АЖ5. И там у белых плохо. А если СБ2 играть, то черные играют БЦ7. И в этой позиции снова плохо играть ФЕ3. Потому что здесь черные побеждают с помощью комбинации. То есть здесь они уже закрываются ходом ФЖ5. И на такой ход пропускают белых в дамки. Вроде бы белые идут в дамки. Но здесь их ждет горькое разочарование. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Ладно, первый ход уже показал. АБ4. Отдаем две шашки. Затем еще одну. Затем еще одну. И черные попадают на поле С1. Шашка превращается в дамку. И затем уже продолжает свой удар. Как дамка. И за гребущими руками снимаем пять шашек соперника. Затем проводим эти две шашки в дамки. И получаем легко выигранный Эншпиль. Поэтому в этой позиции надо играть именно СД6. А ФЕ3 уже проигрывает СД6. И теперь черные играют ФЕ3. Контрудар или присоска. Как называют шашисты. Вот этот прием. И в этой позиции лучше всего белым побить на поле Д4. То есть в этой позиции плохо бить на поле Б8. Потому что черные бьют именно на поле Ж1. И выясняется, что у белых проигранная позиция. То есть сюда бить нельзя. Дамка погибнет белых. Надо бить на поле Ф4. Но черные играют ФЖ5. И дамке белых некуда деться. То есть на любой ход. Черные играют ЖФ4. И белая дамка гибнет. А если белые отдают шашку, то бьем на поле Б6 дамкой. Ну и снова белым на любой ход. Либо так, либо так. Черные играют ЖФ4. И ловят черную дамку с победой. Поэтому в этой позиции белым надо бить на поле Д4. И теперь черные играют АБ4. Снова, друзья, неплохо бить на поле Б8. Потому что черные делают тихий ход Б3. Ну и дамке белых некуда деться. То есть если они побьют сюда, черные побьют на Ж5 дамку белых. А если белые бьют на поле Ж3, то черные побеждают вот таким образом. То есть шашка превращается в дамку. Ну и затем черные легко выигрывают. Ну в партии Юрий Аникеев побил на поле А5. Черные побили на поле А1. Ну и после того, как белые побили на поле Б8, партия закончилась ничьей. Позиция абсолютно равная. Во второй партии Евгений Кондраченко, играющий белыми, применил план мастера Бахтиозина. Который с успехом применял в 80-е годы молдавский гроссмейстер Ион Доско. То есть лучше всего нападать и белым надо закрываться. В этой позиции лучше всего играть АЖ5. И в этой позиции у белых есть несколько планов игры. Б3 более точный ход, как сыграл Евгений. Но есть ловушечный ход Ж4. Теперь если черные размениваются вот таким образом, то у них серьезное преимущество в этой позиции. Так как у белых переразвитие. Плюс у них, видите, на большой дороге, то есть в гамбитных позициях, у белых три шашки на большой дороге, а у черных лишь две. Поэтому у черных большое преимущество. И, возможно, следующий вариант. СД4 БА7, БЦ3 АБ6, АЖ3 ЖФ6, ЖФ4. И здесь есть очень классный ход. ДЕ5. Вот такой размен. И белым надо размениваться вот таким образом. Преимущество у черных сохраняется. И здесь эту позицию шлифовали гроссмейстеры Рахунов и гроссмейстер Фазылов. То есть лучше всего сыграть ДЕ7. И на ход ЖФ2 черным лучше пойти ЕД6. В этой позиции лучше всего за белых играть и в ЖФ3. Хочу отметить, что ход СД4 уже проигрывает в этой позиции. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные нападают. Надо закрываться. И вот такой удар скрытый, видите. То есть шашка превращается в дамку. Продолжает удар как дамка. И черные побеждают. То есть СД4 проигрывает, мы выяснили. Надо играть в ЖФ3. Ну и здесь есть очень классная ловушка. То есть у черных лучший ход здесь БЦ5. И на ход ЖФ4 черные нападают ходом ФЕ5. Здесь надо играть... Вернее, прошу прощения, в этой позиции надо было играть СД2 за белых. А вот ход ЖФ4 уже проигрывает. Почему? Потому что черные нападают на шашку Ф4. И нет хода ЕД2 от такого размена. Потому что черные здесь проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Она стандартная, но довольно-таки симпатичная. Отдаем одну шашку. Затем вторую. Загоняем дамку белых на поле Б4. И затем подрываем пункт С3. Шашка бьет на поле Е1. Превращается в дамку. И затем уже завершает удар как дамка. И за гребущими руками снимаем богатый урожай. С выигрышем. Если же белые в этой позиции не разменивались, не попадались на комбинацию, играли в Ж5, тогда скромно нападаем. СБ4 надо закрываться. Ну и на ход ДЦ5 у белых остается единственный ход ЕД2. Кажется, что черным некуда ходить. Но у них припасен вот такой камень за пазухой. Красиво играем ФЕ7. Ну и на последний возможный ход бьем именно на Ж7. Пропускаем белых дамки. Но тут же их ловим. И черные побеждают. А ловушка за белых в этой позиции такая. То есть здесь не надо играть Ж4. Этот ход проигрывает. А играем именно СД2. То есть на ход АБ2 мы уже поменяемся. СБ4. А на ход СБ4 разменяемся назад. Ну и позиция держится еще, что называется. Но у черных есть очень сильный вход ФЖ5. Теперь надо закрываться. Черные нападают. И здесь надо временно пожертвовать чашку. Вот таким образом. Но белые здесь ее отыгрывают. И ловушка в этой позиции. В чем заключается суть? То есть в этой позиции у черных единственный ход. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Все остальные ходы здесь проигрывают. То есть белые грозят побить шашку и форсировано пройти в дамки. Но у черных здесь есть очень красивый ход СБ4. Ну и здесь надо бить на Ф6. И тогда черные играют ДЦ5. И все-таки партия заканчивается ничьей. То есть белым лучше всего пожертвовать шашку и прорваться в дамки. Черные играют АЖ7. Надо ставить дамку на Д8. И черные играют на поле А3. Белым надо размениваться. Но после размена их дамка попадает в петлю и гибнет. Кажется, что белые проигрывают. Но все-таки они могут достичь ничьей. То есть единственный ход ФЖ3. Теперь черные играют АЖ5. Тут снова у белых единственный ход ЖФ4. То есть ход ЖФ4 в этой позиции уже проигрывает. Почему? То есть на такое нападение просто играем АБ2. Скромно ставим дамку. И белым просто некуда ходить. А после хода ЖФ4 все-таки ничья есть. Черные играют ЖФ4. И белые и черные устремляются в дамки. И черные ставят первую дамку. Надо отходить. И черные не дают белым провести вторую дамку. Надо ставить дамку на поле Д8. Единственный ход. И черные здесь проводят вторую дамку. Ставим на поле Е1. И снова единственный ход. То есть белые достигли ничейной позиции. Ну и здесь все-таки черные не могут победить. То есть допустим на ход ДЦ3. Как-то пытаться провести дамку. Белые играют дамкой на Х4. Видите на ход АБ2 есть АЖ7. То есть здесь все-таки черные победить не могут. Мы рассмотрели варианты после хода ЖФ4. Друзья, здесь да, есть ловушка. Но все-таки справедливости ради отметим, что позиция белых висит, что называется, на сопельках. Поэтому Евгений здесь пошел БА3. Более точный ход. Юрий разменялся. Ну и в этой позиции лучше всего сыграть ЦБ2. В этой позиции Юрий сыграл ЖФ6. Но был возможен ход ФГ5. И после ФГ5 белым надо меняться вот таким образом. И их позиция держится. То есть у черных сохраняется небольшая инициатива. Но белые могут достичь ничей. А плохо в этой позиции нападать ЖФ4. Как было в партии доска Савинок. То есть в этой позиции мастер Савинок мог красиво выиграть. После АБ6 и двойного перебоя. Белые сыграли ФГ3. Черные БЦ5. И на ход ДЕ3 черные напали. Надо закрываться. И в этой позиции мастер Савинок сыграл ЦБ6. И после ЕФ4. Затем еще ответил ДЕ7. Сделал подряд два плохих хода. Ну и белые в конце концов достигли ничей в этой позиции. То есть белые здесь сыграли ФЕ5. Разменялись вот таким образом. Черные продолжают удерживать связку после размена. Но белые здесь играют ФЕ3. И грозят развязаться с помощью хода АЖ3. Поэтому черные здесь сыграли АЖ7. Ну и после того как белые провели вот такие крупномасштабные размены. Партия в конце концов завершилась ничьей. Между тем, друзья, в этой позиции, то есть вместо хода СБ6, у черных был очень красивый выигрыш. Его нашел как раз Владимир Иванов. Причем он выступал на тех соревнованиях в качестве зрителя, друзья. Вот так вот. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные неожиданно играют СД4. Жертвуют шашку. Но в эту сторону бить нельзя, потому что черные попадут в дамки. Приходится бить на поле Е7. Шашка Е3. И после того как черные бьют шашку, что-то как-то некуда ходить белым. Видите, у них на шашку больше. Но оба фланга их намертво связаны и белым приходится сдаться. Далее в партии белые получили очень плохую позицию. Последовало АБ6, АБ2, АЖ5, БЦ3 и черные сыграли ЖХ4. Белые здесь ошиблись. Попытались активизировать шашку. АЖ2 это очень плохо. То есть в этой позиции возможно следовало играть другим образом. То есть я проанализировал все возникающие позиции. Возможно вместо ФЕ3, как вот сыграл Евгений, надо было уже меняться ходом ДЕ5. Возможно ФЕ3 уже практически проигрывает. Получается так. То есть на АЖ3 уже здесь форсировано. Черные нападают. Надо закрываться. Черные играют ДЕ7. Ну и в этой позиции компьютер пишет, что еще была какая-то ничья после хода ФЕ3. А вот после хода ДЕ3 здесь уже, похоже, проиграно окончательно. Но ничья, которую показывает компьютер, здесь просто сумасшедшая. То есть надо меняться. Черные играют АЖ7. И на ход ЖХ4 играют ЕФ6. Единственный ход. ЦБ4. И черные здесь проводят комбинацию. Отдают одну. Затем вторую. И попадают в дамки. Надо ставить дамку. Черные играют БЦ5. И в этой позиции чуть ли не единственный ход у белых дамкой играть на поле Е5. То есть в чем тут суть? Если черные сыграют дамкой на поле А5, то белые могут провести ничейную комбинацию, благодаря которой они достигают ничьей. То есть отдаем одну дамку. Затем две шашки. Ну и такой удар в стиле восьмейстера Цирика. И только здесь белые достигают ничьей. Но черные здесь могут очень мощно атаковать. То есть вместо БА5 сыграть ЕФ2 или БА7. После БА7 лучше всего сыграть дамкой на поле А1. И черные играют дамкой на поле А5. Белым надо попытаться провести шашку Ф4 в дамке. Но черные препятствуют этому и играют ФЕ7. Ну и здесь есть классная ловушка за черных. То есть единственный ход в этом эндшпиле АБ2. А все остальное проигрывает. Например, проигрывает вот такой ход. Очень красиво. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Неожиданная, очень красивая идея. То есть черные играют АБ4. АБ4 пропускают черных в дамки. Затем жертвуют одну шашку, вторую. И получается противостояние белой и черной дамки по большой дороге. Так называемый столбняк. То есть на АБ4 играем. АБ6 и черные легко побеждают. То есть после хода АБ2 все-таки есть какая-то фантастическая ничья, которую невозможно найти человеку. То есть видите, нет нападения. Дамки с поля С7, потому что белые разменяют шашки вот таким образом и достигнут ничьей. А на ход дамкой черных на поле Д8 надо точно пойти дамкой именно на поле С1. То есть по большой дороге нельзя ходить, потому что черные нападают белым. Видите, невозможно разменять эту шашку, потому что дамка белых здесь погибнет. Нет, друзья, даже не так. Нападаем дамкой с поля Д8 и выигрываем эту шашку. Затем получаются выигранные позиции. А вот такой размен здесь не выигрывает, потому что белые просто играют ФЕ7 и достигнут ничьей. То есть в этой позиции после хода дамкой на поле Д8 играем на С1. Ну и черные здесь могут разменяться таким образом. Белые займут большую дорогу. И все-таки здесь белые могут достичь ничьей. Но еще раз повторю, ничья просто фантастическая, сумасшедшая. Найти человеку такое за доской просто нереально. То есть в этой позиции Евгений сыграл Де3. Юрий ответил АЖ7. Ну и здесь, друзья, уже выигранная позиция за черных. То есть видите, здесь не проходит вот такой ход. Ход ЕФ6. То есть если черные побьют вот таким образом, позиция уравняется. Но у черных есть точный ход. Бьем именно на Ж3. Не боимся комбинации. То есть после проведения комбинации дамка белых тут же ловится. И выясняется, что у черных 5 шашек, а у белых лишь 4. Белым остается только сдаться. Евгений долго думал в этой позиции, но все-таки нашел практический шанс в этой позиции. То есть сыграл СБ4. Надо нападать. И белые проводят вот такую комбинацию. Пытаются пройти в дамки. Но здесь дамка белых тут же ловится. То есть побили, 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 побили. И белые остались без шашки. Эта позиция выиграна за черных. Но Евгений пытается бороться. Играет ФЖ5. Черные АБ4. Белые ЕД2. Черные играют БА3. Ну и на ход ДЦ3 черные здесь ошиблись. То есть в этой позиции надо было спокойно выжидать. То есть нападаем. Ходом ЖА6 надо отходить. Ну и подтягиваем шашку С7 на поле А5. Например, ФЕ3, АБ6. ЕФ4, БА5. Ну и после жертвы играем ФЖ3. Видите, на поле Ф8 нельзя ставить дамку. Она тут же погибнет. А на поле А8 играем ЖФ2. И на любой ход, то есть видите, ставим дамку. И затем нападаем на шашку С3. И затем нападаем, когда она перемещается на поле Д4. Шашка гибнет. То есть, затем мы выстраиваем шашки вот таким образом. И белая шашка вынуждена будет покинуть большую дорогу. Если же она остается, то мы отдаем 3 шашки и побеждаем. Вот такой выигрыш был. А после хода ДЦ5, здесь уже выигрыши как не бывало. Белые играют ФЕ3 уверенно. Ну и на жертву. И ход АБ2. Белые нападают. Надо отходить. И играют именно на поле Ф4. Теперь на постановку дамки скидываем шашку и играем АЖ7. И черные победить не могут. То есть, на такой ход играем, ставим дамку на поле Ф8. И видите, затем играем АБ6 и БЦ7. И черные не могут препятствовать плану белых. Потому что, если они попытаются остановить шашку белых, белые скинут ее и займут большую дорогу. Поэтому соперники в этой позиции заключили ничью. Устал я, друзья. Сегодня очень много разобрал вариантов. Поработал хорошо. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Играйте много. Играйте честно.